Меня зовут Киренов Николай Сергеевич. Я родился в Якутске и всю свою сознательную жизнь жил здесь. В 2000 году я закончил 7-ю школу. Я учился в физико-математическом классе, но потом поступил на факультет исторического Якутского университета. Это было в 2000 году, сразу после окончания школы. Проучился я там 5 лет. Моим научным руководителем за все время учебы был Качмар Николаевич, кандидат наук, который специализировался как раз по наскальным изображениям Якутии. Был единственным в Якутии таким именно узким специалистом в этой области. Закончил я Якутский университет в 2006 году. У нас не была специальность археология, у нас была специальность музеология. В 2006 году я закончил Якутийский университет. Но уже с 2005 года я работаю в Центре археологии и палеоэкологии человека Академии наук Рослугики Саха Якутии. Руководитель этого учреждения Федосиева Светлана Александровна и Мачанов Федор Алексеевич. Оба доктора наук, оба заслуженные деятели науки, которые специализируются на изучении преимущественно каменного века Якутии. Ну и в том числе они занимаются исследованиями вообще археологии Якутии, эпохи бронзы, эпохи раннего Железного века и частичной эпохи 7 вековья. Что касается меня, я являюсь младшим научным сотрудником этого учреждения. Я являюсь аспирантом. Академией наук и научным руководителем является Мачанов Игорь Алексеевич. Ну и я надеюсь, что к 2010 году я стану полноценным кандидатом в защиту ТЮСЬ в нашу диссертацию. Вот, вкратце, обо мне. Тема моей диссертации «Технико-типологические характеристики каменного инвентаря диктайско-познеполитической культуры Северо-Восточной Азии» названием достаточно длинное, но вкратце можно сказать, что это исследование посвящено по улику каменных орудий, которыми пользовались люди, которые жили на территории Якутии от 35 до 10 тысяч лет назад. Пока в этой сфере я пишу научные статьи, выступаю на конференциях различных. Буквально недавно я выступал на конференциях в Тюмени и в Иркутске. Ну и в перспективе, как я уже говорил, это будет за счетой диссертации к концу 2010 года. Солярная символика Якутии появляется в эпоху бронзового века. Вообще, сама солярная символика не только в Якутии, но и в Севере появляется именно в эпоху бронзового века, хотя такие изображения встречаются в эпоху позднего неолита. Это и имеются такие данные не только для Якутии, но и для старого света, для областей нового света. То есть тогда, когда бронзовый век вступает в свою наиболее активную фазу. Почему наскальные изображения эпохи неолита мы встречаем изображения преимущественных животных? Мамонтов, оленей, лосей и других каких-то более мелких или более крупных животных. А в эпоху бронзы главным сюжетом наскального творчества является так называемое солярное символ. То есть это изображение Солнца, Круга, Бубна, Креста. В эту же эпоху появляется изображение человека. Объяснение достаточно очень красивое. Как известно, в эпоху бронзового века, человек начинает употреблять металлы. Это эпоха полиметаллов еще называется. Он начинает употреблять медь. Когда он медь смешивал с солом, он получал из этого бронзу. И естественно, что бронзовыми предметами он мог добиться гораздо больше, чем те ниже орудия, но и скамены. В этот период происходит такая передвижка в человеке, даже не в самом человеке, а в способе ведения его хозяйства. Если раньше человек зависел от охоты, от собирательства, от рыболовства, от присваивающего хозяйства, то есть сколько он добудет и от этого зависит, как он проживет это время, то в эпоху бронзового века, когда человек начал осваивать, он начал сам выращивать культуру, он сам стал выращивать скот. И естественно, что он перестал меньше зависеть от прихоти природы. То есть он стал более независим в этом плане. И единственное, от чего он зависел, это от погоды. Он зависел от погоды, от солнца. Потому что если будет хорошая погода, будет хорошее урожание. Будет много корма для живности. И стало быть, сам человек будет более успешно жить. Все вот эти вот подвижки в материальной культуре, они проявились и в духовной культуре человека, и в его изобразительном творчестве. В эпоху бронзы человек изобретает такие новые механизмы, как гончарный круг и колесо. Стало намного проще изготавливать посуду. Стало намного проще передвигаться с одного места в другое. И естественно, вот этот вот новый сдвиг и в хозяйстве человека, и в его внутреннем мире, он отогрязился и в духовную культуре, соответственно. Человек уже перестал зависеть от охоты, от рыбалки, от собирательства. Хотя он, естественно, ими продолжал заниматься, но он перестал от них зависеть кардинально. Поэтому, если в эпоху каменного века мы на наскальных рисунках, на территории Икутии встречаем изображения лоси, моноток и так далее, как я уже говорил, это естественно, потому что человек их фиксировал в своем сознании, их почитал, потому что он от них зависел. Но со временем, когда человек стал меньше зависеть от этого и стал больше полагаться на самого себя, на скальном творчестве появилась вот эта вот подвижка внутренняя. Стали появляться... Почему появляется солнце? Почему появляется крест? Вот такой появляется, вот такой символ, круг. Это символ движения. Это символ динамики. То же самое колесо. Человечество стало развиваться более быстро, более активно, и по сравнению с предыдущими этапами, оно более... Ну, назовем это словом прогресс. Наступил такой прогресс в человечестве, в человечестве самому. Поэтому человек фиксировал на скальном полотне напряжение Солнца, от которого он зависел в большей степени, теперь уже, потому что от Солнца зависело, насколько будет хороший урожай, насколько будет много корна для животных, какой будет поговорить для скота в эту эпоху. В эту эпоху появляется... Человек становится более оседлым, он становится более привязан к месту. И поскольку он привязан к этому месту, и теперь уже он зависит не от природы, а частично природа зависит от него, то есть окружающее его... окружающее его пространство, то он стал фиксировать и самого себя. И поэтому именно в первом зловеке, не только на территории Якутии, но вообще во всем мире, стал проявляться образ человека. Человек начал смысливать, что он не просто часть природы, но и уже, пожалуй, равный ей в какой-то миле. Вообще культ Солнца был популярен практически всех народов. Наверное, мы не встретим ни один народ, который бы не почитал Солнце. Это естественно, это понятно, Солнце дает нам жизнь. Что касается Якутии, в частности, то изображения с такой символикой у нас встречаются преимущественно только в центральной части, на сведении линии, и в южной части. То есть это территория бассейна Алёкуна. Ну, в частности, летим туда попадает. Солярная символика на территории Якутии встречается, но мы уже об этом говорили, что она встречается не только в Бронзовой Айке, но и такие символы известны в эпоху Неолита и позже, в эпоху раннего Шелезной Креслиной Айкутии. Если разбить их хронологически, то рисунки, которые относятся к эпохе позднего Неолита, переходный этап к Бронзе, такие рисунки известны в верхнем течении реки Алёкма. Это раз. Такие рисунки известны на реке Алга, местность Аньюс. Такие рисунки известны на реке Майя. И такие рисунки известны на реке Толк. Что касается рисунков непосредственно Бронзового века, то это сама Средняя Лена, безусловно. Такие рисунки на ней встречаются. Такие рисунки известны также на реке Анга. И такие рисунки известны на реке Синее. Это у нас приток Средний Лена. И рисунки, которые относятся к эпохе Железного века, к эпохе Синее в горе, они немногочисленные и тоже не в основном встречаются только на Средней Лени, хотя часть некоторых рисунков имеются на Алгане. Что касается литературы, то или что касается вообще специалистов, которые занимаются этой проблематикой, проблематикой наскарного творчества, именно в Якутии, то, безусловно, конечно, долгое время таким специалистом был Николай Николаевич Качмар, инвентарь исторических наук, который написал на монографию писаницы Якутии 1994 года. Наскарными рисунками в Якутии также занимаются такие наши академики, как Алексеев Матвей Николаевич, ректор Иркутского университета, и Федосеева Столана Александровна, директор Центра археологии. Ну и в последнее время особое внимание наскарным изображениям стал уделять Александру Васильевичу Пенькову. Пока это, пожалуй, единственный специалист на территории Якутии, который достаточно плотно этим занимается, хотя к наскарным рисункам Якутии интерес возникает у многих людей, и многие пишут какие-то работы на эту тематику. Кто еще занимался наскарными изображениями в Якутии, это можно назвать такие фамилии, как это был известный академик Кладников, Алексей Павлович. Это был известный такой специалист, это Никита Деевич Ахипов, он тоже занимался наскарными рисунками. Вот, пожалуй, это все специалисты, которые мы можем назвать, но надеемся в дальнейшем будут еще люди, которые посвятят свою жизнь и свои труды и изучены наскарных рисунках на территории Якутии. Что касается литературы, то основную литературу можно подчеркнуть в монографиях Алексея Павловича Кладникова. Есть его две такие книги, ну, первое, это «История Якутии» 1955 года, и монография «Петро Глифа Среднего Глина» 1972 года. Это монография Никола Николаевича Качмарина 1994 года, и, я забыл упомянуть, есть еще две монографии Окладникова и Мазина, это «Петро Глифа Лёгмы» и «Петро Глифа Алдауна». Вот это основная монографическая литература, в которой можно подчеркнуть данные о монографиях изображениях. К сожалению, в последнее время каких-либо подобных монографических изданий по монографиям изображения Якутии пока нет, хотя в последнее время Алексеев Анатолий Николаевич, и Пинков Александр Васильевич выдают такой цикл работ, который посвящен интерпретации наскальных рисунков Якутии и Громзовик, они их увязывают с зачатками петографического письма, как они их называют монографиями. Это очень интересное исследование, надеемся, что это исследование найдет отражение в какой-то в общающей монографии или в какой-то цикле. Вот, достаточно такой формы. Вы видите перед собой макет наскального рисунка, который находится на реке Майя. На данном рисунке вы видите охотника, лучника, который гонит лосинку, из-под времени которого имеется, видно, солнце. Это композиция разновременная, в том смысле, что первоначально древним художником был изображен сам лучник и сама лосиха, и только потом, впоследствии, было подрисовано вот такое солнышко, которое вы видите. С чем это связано? Этот рисунок относится, по-видимому, к эпохе, ну, к эпохе позднего неолита, к началу принадлежного века, и связан с таким, пожалуй, известным моментом, когда охотник гонит лич, загоняет ее в какое-то, значит, локово, чтобы убить и воспользоваться, значит, и получить свою добычу, то, что он хотел. Впоследствии древний мастер подрисовал солнце из-под времени, да, то есть, получается такой интересный сюжет, как будто бы лосиха рожает солнце. И если эту композицию рассматривать как целостную, как целостную, то у нас появляется такой интересный сюжет о том, что охотник гонит лосиху по звездному небу, которое рожает солнце, это солнце появляется в течение дня, значит, он в течение дня гонит-гонит по звездному небу, светило на нашем небосклоне, сидяет, и впоследствии наступает ночь тьма. Писаница называется Эмегетехая, что в переводе с якутского означает «скала духа», то есть, эмегет – внутренняя душа, духа. Она расположена на территории Средней Лены, возле речки Катаме. Была она открыта, точнее, она известна давно, еще Сирошевский описывал ее в своей работе, потом ее исследовал Окладников, точнее, до Окладникова ее исследовал известный якутский отнокров Горгелосевич Ксенофонтов в 1927 году, он ее зарисовал и опубликовал. Потом ее исследовал Окладников Алексей Павлович в 1940-е годы, он ее тоже снял с нее копию, и в 2001 году ее исследовала Среднеленская экспедиция Иркутского университета под руководством Кочварио Николаевича, и мы тоже снимали с нее копию. Само изображение относится к эпохе Средневековья, хотя оно нарисовано в манере, свойственной для эпохи неолита и бронза, то есть это цветная, красная, точнее, охрая, замешанная на каком-то клеящем веществе и нанесенное на скаменное полотно. Сама композиция очень интересная, и представляет собой изображение человека достаточно крупной формы, и над которым располагаются три солнца. Окладников в своей работе сопоставлял эту композицию с известным мифом о том, как Белый Тайон приостер руки к небу и произнес о том, что рождаются три мира, один верхний, другой средний, другой нижний. Это связано, то есть интерпретация этого рисунка связана как раз с этой легендой. помимо этого, мы можем сказать, помимо трех так называемых солнц над человеком, там есть еще девять таких щепных палочек. И в этой связи можно привести некоторые параллели с тем, что если предположить, что этих палочек было десять, то мы получаем не что иное, как месяц. Три солнца, десять палочек, три декады по десять дней, вот вам в результате месяц. Интерпретация этого рисунка бывает разная, но вот ее относят к эпохе в позднем Средневековье. В последнее время археологами, которые занимаются как наскальными изображениями и вообще традиционной археологией, появляется такая новая тематика, которая носит такое название, как астро-археология, то есть астро от слова астрономия. Это связано с тем, что в последнее время появляется все больше и больше фактов, свидетельствующих о том, что человек в древнюю эпоху уже свободно оперировал такими понятиями, как звездное небо, созвездие, который следил за движением небесных светил, и который вполне свободно владел той информацией о звездном небе, который современное общество пришло достаточно в недавнее только время. Такими исследованиями на территории Якутии занимался до недавнего времени Качман Николай Николаевич, такими исследованиями занимался Кноренко Петр Станиславович, который занимался ориентированием на скальных изображений, то есть в какую сторону они нанесены западную, восточную, южную, северную и так далее. Такими исследованиями занимается у нас Александр Васильевич Пеньков, ректор Якутийского университета занимается, Анатолий Николаевич Алексеев, вот именно тем, что в древнюю эпоху, в эпоху неолита и бронзы, и раннего железного века, а даже и, может быть, в эпоху палеолита, человек свободно владел навыками астрономии, так скажем. В Новосибирске есть известный архиолог-академик Виталий Епифанович Ларичев, который довольно очень тесно занимается этой проблематикой, у него вышло достаточно много работы, очень много научно-популярных изданий на эту тему, с которыми могут ознакомиться желающие. Конечно, сегодня трудно представить, что человек каменного века, который в представлении многих людей изображен такой волосатый мужик большой-большой дубинкой, мог обладать какими-то познаниями о космосе. Возможно, они тогда его не назвали космосом, но о том, что у них над головой находится какая-то иная сфера со своими законами, они, конечно, об этом знали, и они умели с ней работать. И сегодня достаточно точно известно, что наскальное изображение, место для наскальных изображений люди выбирали не случайно, то есть из бухты-барафты, а имели для этого какие-то определенные предпочтения или предпосылки, связанные, в первую очередь, с движением светил. Потому что известны такие случаи, когда, допустим, знаменитая писаница Тайонари, которая известна на территории Якутии на Средней Лене, она, если говорить о пространстве, располагается прямо напротив известного памятника древнейшего палеолита в деревне кровях, то есть они находятся на одной оси, прямо напротив друг друга. Еще особенность этого изображения в том, что, когда наступает зенит, солнце находит на самую высшую свою точку, этих изображений практически не видно. Их невозможно видеть просто потому, что солнце светит прямо на них, и очевидственному глазу трудно ловить их проявления. Вот.